В этом году они более качественные, более интересные. Вот каждую работу хочется рассматривать. От них идет тепло, от них идет какая-то такая радостная красочность, потому что они очень разнообразны по тону, по цвету, по замыслу. Работы очень красивые, дают настроение. И каждая работа, повторюсь, поздравляет нас с Новым годом. С Новым годом я поздравляю всех жителей Ленинского района. Районный конкурс «Праздничный наряд для лесной королевы» проходит уже в 24-й раз. Цифра внушительная. Бессменный организатор – Центр детского творчества «Импульс». Каждый раз его сотрудники привносят в конкурс что-то необычное. В этом году появилась новая номинация – новогодняя открытка с авторским поздравлением. Пока заявок на участие в ней немного. Традиционно самое массовое количество работ в номинации по изготовлению елочной игрушки. Надежда Васенкова – одна из тех, кто стал в ней призером. У девочки почетное первое место. Очень сильно рада. Перенеполняю чувства. Первое-первыхое место, которое я занимала. После подведения итогов конкурса участники уютно разместились в большом зале кинотеатра, чтобы посмотреть новогоднюю волшебную сказку «Морозка», подготовленную сотрудниками Центра детского творчества «Импульс». На огонек заглянул и Дед Мороз. Дети большие молодцы. Такую вот замечательную выставку удалось нам благодаря их работам организовать. Глобальная выставка. Много хороших работ, много победителей в этом году. Потому что очень сложно мне вместе с жюри было выбрать достойных красавчиков. Но вот все-таки награда нашла своих героев. Каждый ребенок унес с собой домой массу ярких впечатлений и подарок в виде сладкого набора конфет. Юлия Пагасян, Владимир Бежон, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова